Исследования показали, что зрители программы «Арт-навигатор» не страдают от авитаминоза. Учёные объясняют этот научный факт высоким содержанием в программе жизненно важных элементов, среди которых глюканат шоу-бизнеса, активизированный кинематограф, ионизированное искусство и катализирующие развлечения. Меня зовут Анна Ельникова. Ближайшие 10 минут совмещаем приятное с полезным. Адреналин – основной гормон мозгового вещества, который участвует в реализации реакции типа «бей» или «беги». Его секреция резко повышается при стрессе, пограничных ситуациях, ощущении опасности, тревоги, страхе, травмах, ожогах и шоковых состояниях. Всё это наглядно описано в истории болезни киллера Чева Чилиуса, который умер, но обещал вернуться. Сегодня смотрим долгожданный сиквел взрывного экшн-боевика «Адреналин». Осторожно, высокое напряжение. В заряженном ядерной дурью сиквеле киллеру Чеву Чилиусу придётся поучаствовать в напряжённой гонке по Лос-Анджелесу. Чев возвращается вопреки смерти. Он смог выжить после падения с небоскрёба. Не успев акклиматься от одного сумасшедшего приключения, он попадает во второе, ещё более безумное. Чилиус сталкивается с китайским гангстером, который похищает его сердце в буквальном смысле. И вместо него ставит механическое на аккумулятор, которое требует постоянной подзарядки. Чев начинает охоту на своего обидчика, но чтобы выжить, ему теперь потребуется не адреналин, а регулярные удары тока. «Высокое напряжение» написали и снимают неизменные Марк Невелдин и Брайн Тейлор, что были ответственны за первую часть, вышедшую в 2006 году. Обычно, если в первом акте на стене висит ружьё, то в последнем оно обязательно выстрелит. Режиссёры двух частей «Адреналина» не очень придерживались этого правила, отчего весь фильм похож на автоматную очередь. Лента относится к жанру непрекращающегося экшена, где промедление или остановка смерти подобны. Продолжает резво бегать и прыгать перед зрителем актёр Джейсон Стэтом, который является большой удачей для картины. Его яростная физиономия, которая будет выглядеть подозрительно даже на заседании мафиозных профсоюзов, задаёт ритм всему повествованию. Ритм рваной, с кипящей первобытной энергией. Клиповая манера съёмки насквозь лишена изящества, но украшена примесью видеоигровых элементов, которые очень идут ленте такого взрывного наполнения. Адреналин хочется поглощать килограммами, позабыв о столовых приборах. Главное после такого фильма умудриться снова вернуться в реальность. Безбашенный эксперимент проведём 17 апреля, день американской премьеры экшена. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отыскать нужную информацию в считанные минуты вам поможет уникальный интернет-справочник masterpages.ca. Это самая полная база данных русского бизнеса в Торонто. Свободно и быстро перемещаться по веб-страницам справочника вам поможет понятный рубрикатор и алфавитный указатель. Русский Торонто MasterPages, как лидер рынка справочных изданий на русском языке, работает в интересах как читателя, так и рекламодателя. Размещайте информацию о своём бизнесе и услугах также в ежегодном печатном справочнике «Русский Торонто». Это 50 тысяч экземпляров и ориентация на активную целевую аудиторию. «Русский Торонто» – неотъемлемый элемент вашего стиля и имиджа. Это новый персонализированный справочник «Кто есть кто?» русскоязычной общины. Подробная информация на сайте www.masterpages.ca и по телефону 416-663-3999. Пришло время провести скрупулёзное математическое расследование. В ходе продолжительного суммирования по горячим зелёным следам вычислим предводителей банды лидеров американского кинопроката за прошедший уикенд. Со второго места на третье зритель изгнал «Мистику в Коннектикуте» – фильм ужасов Питера Корнбелла. Эта леденящая и сворачивающая кровь лента основана на истории наваждения в Коннектикуте, в которой семья сталкивается в реальной жизни с проявлением сверхъестественного. «Некоторые вещи просто нельзя объяснить», – гласит слоган фильма, который пропитан жуткими дьявольскими аномалиями. Этот ужастик не из слабых, поэтому пугливым зрителям, любящим экспериментировать, всё-таки не советуем, иначе не миновать вам бессонных ночей. Третье место и 9 миллионов долларов улетает в «Мистический Коннектикут». На второе место приземлились «Монстры против пришельцев» – 3D-анимация от знаменитой студии DreamWorks. Жанр мультфильма в компьютерной графике – это такой жанр, где сложно создать плохое кино, но, тем не менее, у некоторых это получается. Монстры вместе с пришельцами хромают на рваном повествовании фильма и очень наивном сюжете. Также сильно смущает неопределённая ориентация фильма. Если фильм рассчитан на детей, то непонятно, почему так много драмы и унылого повествования. Если же фильм всё-таки рассчитан на взрослых, то где же фирменный чёрный юмор DreamWorks, который будет понятен только сознательному человеку и не травмирует детскую психику? Вопрос остаётся без ответа. Безусловно, в фильме есть доля шуток, они разнообразны, но скопированы с других источников. Получилась этакая пародия на пародии. Затёртый до дыр шедевр, тем не менее, безупречно отшлифован графически. Второе место и 33 миллиона долларов. Нажав на газ, далеко вырвался вперёд наш сегодняшний победитель. «Форсаж», часть четвёртая, оставил за собой пыльные тучи, которыми сбил с пути всех своих конкурентов. Это продолжение знаменитой серии является сиквелом второго фильма и, вместе с тем, приквелом третьего. Снял фильм Джастин Лин, никто иной, как режиссёр «Тройного фассажа» «Токийский дрифт». Радостным событием для фанатов картины стало и возвращение в ряды актёров Вина Дизеля. Именно поэтому слоган фильма звучит так. «Новые тачки, старая команда». Следуя своему стилю, с первых же кадров «Форсаж» вызывает ощущение какой-то полнейшей нереальности происходящего и оторванности от окружающего мира. Начищенные до лоска машины, откровенно кукольные девушки и сумасшедшие нелегальные гонки. Такой фильм легко может вскружить голову и взбунтовать вестибулярный аппарат. «Форсаж», пусть и с порядковым номером четыре, гордо держит марку. Первое место и рекордный сбор в 71 миллион долларов. 22 апреля отмечается Международный день Земли, призванный объединять людей планеты в деле защиты окружающей среды. Популярность и значимость этого праздника растёт год от года. И в 2009-м этой всегда актуальной теме посвятили целый месяц. В частности, в Нью-Йорке, в самом большом зоопарке, расположенном в Бронксе, апрель стал официальным месяцем Земли. На протяжении всего весеннего месяца в зоопарке проходят разнообразные развлекательные и познавательные мероприятия. Кружки, музыкальные представления, интерактивные спектакли, арт- и фотогалереи, экспозиции экосистемы планеты и более 4 тысяч видов животных, живущих на уменьшенной копии Земли, который и является всемирно известный зоопарк в Бронксе. Почувствуйте себя неотъемлемой частью большой разнообразной семьи, живущей на планете Земля. Чтобы получить подробную информацию и расписание различных мероприятий, проводимых в рамках месяца Земли, посетите официальный сайт зоопарка www.bronkzum.com Внести свою лепту. Всем знакомое выражение. В прошлой программе мы спрашивали, что именно обозначает слово лепта. Лепта – это мелкая медная монета в Древней Греции. И даже сейчас греки и только они называют монету достоинством 1 сотая евро словом лепта, вместо общепринятого евроцент. Правильный ответ быстрее всех нам прислала наша телезрительница из Бруклина Наталья Годунова. Поздравляем Наталью и отправляемся на поиски нового победителя. Внимание, категория фэншуй. Более двух тысяч лет назад в Китае зародилось искусство фэншуй, целью которого является формирование человеком вокруг себя гармоничного пространства, как на физическом, так и на психоэмоциональном уровне. Это касается обстановки в доме, на работе, отношений с коллегами и даже интимных отношений. Фундамент этой древней системы опирается на глубокое понимание действия различных видов энергии в нашей жизни. Внимание, вопрос. Что в буквальном переводе означает фэншуй? Варианты ответа. Ветер и вода, огонь и камень, внутри и снаружи, дух и тело. Ждем ваших ответов на наш электронный адрес artnavigator.com или же по телефону 646-292-0208. Не забудьте в своих сообщениях указывать ваши имена и контактную информацию. Напоминаю, что вы соревнуетесь не только на сообразительность, но и на скорость. Кто первым правильно ответит на поставленный вопрос, тот и получит подарок от канала Артевиай. Желаю удачи! Жизнь — это не те дни, которые прошли, а те, что запомнились. Желаем вам, чтобы светлые яркие воспоминания об этих выходных и всей последующей неделе заняли первые страницы вашей книги жизни. А все мрачное и гнетущее не вошло даже в полное собрание сочинений. Как и всегда, мы с вами увидимся ровно через неделю на канале Артевиай. Всех вам благ и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!